Хорошая девчиночка мне досада, и не пил бы, и не ел бы, да чернявая девчины полятел бы. Они похожи, как брат и сестра, и, кажется, даже думают одинаково. Две половинки. Вот уже 54 года Татьяна Степановна и Василий Иванович живут душа в душу и заряжают своей энергией всех вокруг. Родились они в одном Лядинском сельсовете, ныне это колхоз Горки Червенского района. Вместе трудились на одной ферме и поднимали сельское хозяйство. Татьяна Степановна была лучшей дояркой, а Василий Иванович работал сначала механизатором, а затем пастухом. Война забрала у обоих отцов, оттого помогали по хозяйству матерям с самого детства, и траву косили, и за плугом ходили. И до сих пор сидеть на месте не привыкли, всегда при деле. Близкие. Ранее на танцы ходили. С армии пришел, но когда-нибудь раз, два, три провел. Ну, какая свадьба? Раньше, после войны не было ни грошей. Ходила лень черти, это за 7 километров. Три деревни, три колхозы были. Так зарабила путь сахару, так и то это было уже великое дело. Важно, в чем я, ну, треба зважать. Где-то что-то поругалище, ну, бывает же такое в жизни. Ну, все равно надо к одному приходить, знаменателю. Несмотря на тяжелое детство, оба находили время для любимого дела. Татьяна Степановна самостоятельно освоила все виды вышивки и до сих пор радует свою семью и знакомых яркими рушниками, скатертями и фартуками. На белоснежных полотнах распускаются васильки, пролетают аисты и красуются задиры петухи. В руках мастера рождаются шедевры. Все композиции и узоры придумывает сама, как ее супруг Василий Иванович. С третьего класса он научился плести из лозы ковшики и корзинки. И до сих пор продолжает любимое ремесло. За день может сделать три ковшика. Вместе с бабушкой отправляется на мини-тракторе в лес за поиском материала. Ива или ракита. Ну, смотря как она не растет. Есть коричневая, есть желтая, есть щивая. Она же разная растет. Садишь у телевизора, показываешь поле чудес. Гляжу, вазу такую подарили. Что я такой вазы не сагну, я кому дали. Табы покрутить руками. Не спеши. Раз, раз. От польки до подыспана. Всю жизнь с песнями и плясками. Семья Тумусов отлично знает белорусские традиции. Они всегда выступали в народных коллективах и участвовали в праздничных концертах родного Чарынского района. С радостью отправляются со своими поделками на местные выставки и фестивали. К слову, лозовые корзинки дедушки разъехались уже по всему миру. Азы ремесла пробовали передавать деткам и вели школьные кружки. Но молодежь уже не та, признаются дедушка с бабушкой. Терпения и энтузиазма не хватает. У грибы вдвоёх, у ягоды вдвоёх. У нас работу по хозяйству рабить – это обязанность. Крышу курить тоже вдвоёх. У нас нема как поделить то и то. У скопа я дед, я посаду в огороде. Свежий воздух, здоровое питание, чувство юмора и труд – вот составляющие молодости и долголетия, уверена семья Тумусов. Все продукты выращивают на огороде. Есть даже своя аптечка. Вот это валерьяна. Это корень жизни, как я кажу. Вот выкапываю в осенью и кипячу воду, и попить – это очень полезно для сердца. А там лаконос. Это тоже. Я на чвете теперь беленьким, таты черные ягоды. Очень хорошо от ангины. Это дивасил. От желудка хорошо корень копать в осенью. Утром мы готовим всё, и котлеты, и картошка. Ну, короче, всё. Завтракаем мы убедительно, я кажусь. Поел очень хорошо. Потому что рабочий день. Пообедали. А уже вечером после шести мы уже не едим ничего. А во дворе пахнет жасмином и мятой. С весны до осени благоухают поочередной тюльпаны, пионы, лилии. Бабушка и дедушка очень любят цветы и вместе ухаживают за своим садом. Подарить букет знакомым для них всегда в радость. Как и рассказать про белорусские обряды и традиции. Издавна девчаты ночью перед купалом костры полили, ходили, хороводы водили. Ходили возле жита, как, кажучи, русалка выйдет. Вот. Ну и плели веночки из вишельков. И тогда шли пускать на воду. Кали пойдуть удоль, значит, замуж пойдуть. Кали на берега остановятся, значит, замуж не пойдуть той год. На Новый год тоже гадали. Через вороты обуток кидали. У який бок полячить в обу. Я неколичь с фермы пришла, подмела хату. И шмет все вынесла, и собака забрахала в Александровце. Я и в Александровку и замуж пошла. Пожить для правнуков и внуков и помочь им в жизни сейчас главное для Татьяны Степановны и Василия Ивановича. Пожелаем этой замечательной семье здоровья, сил и новых шедевров. Они достойны пример для всех нас. Анастасия Макеева и Михаил Потягов. Специально для студии. Хорошего настроения.